Ивановцы с ограниченными возможностями здоровья завершили работу над своей картой города. На ней зеленым и красным отмечены места, куда могут и куда не могут беспрепятственно добраться люди на коляске. Проблем, с которыми сталкиваются ивановцы с ограниченными возможностями здоровья ежедневно, оказалось немало. Многим проблематично выбраться из собственной квартиры. Если бы хотя бы доступен в город, то эту проблему мы бы уже пытались более активно решать самостоятельно, даже привлекая или нанимая помощников для спуска в город. А если для нас город как бы недоступен, то уже вот эти дополнительные усилия нам уже как-то сложно самим привлекать. На карте, которую составили люди с ограниченными возможностями здоровья и представители общественной организации «Земский собор», красных мест оказалось значительно больше зеленых. Если говорить по районам, попробуйте пройтись по сортировке. Как долго вы будете искать пандус? Мы ходили. Улица Свобода, она практически без этих пандусов. В Пустышборе практически нет этих пандусов. Любой район города можно взять, кроме центра, и нигде этого нет. Более-менее безбарьерная среда является только в центре города и в микрорайоне Авдотина. Результатами обследования участники проекта поделились с властями. На встречу были приглашены уполномоченные по правам человека и глава областного центра. Люди с ограниченными возможностями здоровья рассказали, как нелегко им живется. Я убежден, что сегодня есть возможность в городе решить часть этих вопросов. Потому что у нас зачастую строители управления благоустройства, делая ремонты капитальные, они просто об этом не думают. Просто делают и все. А когда можно тот же бордюр развернуть просто или закопать его чуть ниже, чтобы мог инвалид проехать, как-то об этом не думается. На состоявшуюся встречу ивановцы с ограниченными возможностями здоровья взлагают большие надежды. Они верят, что будут услышаны и проект карты Иванова принесет свои плоды.